на очереди у нас третий урок курса по профессиональному мастерингу электронной танцевальной музыки на связи александр владимиров и давайте начнем сейчас у нас с вами тема эквализации и давайте пробежимся по ней я сейчас включу вот такой вот референс вернее оригинальный трек референс включу чуть позже это моя работа и давайте сделаем увеличение громкости как я показывал сначала я делаю увеличение громкости то есть я делаю компрессию и все остальные моменты а потом уже занимаясь эквализацией давайте пока не будем вешать компрессора повесим давайте возьмем пока что давайте возьмем встроенный значит лимитер нам сейчас не так принципиально какая громкость будет мне нужно лишь немного увеличить эту самую громкость чтобы трек был чуточку по плотнее все мы немного поджали трек теперь что мы делаем мы делаем эквализацию напомню что лимитер или максимайзер что является одним и тем же по большому счету они всегда стоят в конце всегда в конце поэтому если мы будем делать эквализацию то мы будем делать эквализацию вовсе не последним плагином а именно вот первым да то есть если возникает вопрос а как быть с компрессором ведь компрессор тоже стоит перед лимитером на самом деле компрессор может стоять как давайте прям наглядно покажу чтобы это было предметно то есть он может стоять либо перед эквалайзером либо он может стоять после эквалайзера Здесь не принципиально, тут на слух И, в общем, правил особых нет Главное, чтобы лимитер был последний Это самое главное Окей, пока отключим компрессор И давайте подумаем, что мы можем делать с помощью эквализации Как я уже говорил, мы можем добавлять те или иные частоты Например, если нам не хватает низких частот Мы можем в целом в треках добавить Если нам не хватает высоких частот, мы можем их тоже добавить Здесь ключевой момент заключается в следующем Нам не нужно использовать значения больше 5 дБ Если вы хотите увеличить какую-то частоту или понизить на 5 дБ То с вероятностью 90% вы что-то сделали не так на этапе сведения Это означает, что вам необходимо вернуться на шаг назад И там что-то подправить Поясню на конкретном примере Скажем, вы понимаете, что у вас не хватает высоких частот Вы слушаете, сравниваете с референсами И у вас вообще трек очень тусклый Высоких частот не хватает Вы делаете плюс 6 дБ вот так вот Широким Q И вам кажется, что все звучит хорошо Вроде стало лучше Но на самом деле Самое верное решение будет вернуться на стадию сведения И сделать громче Хай-хэты, всевозможные тарелки, райды И все остальные звуки, которые отвечают за высокие частоты Если вы это сделаете То это будет гораздо эффективнее И гораздо правильнее Нежели вы будете вот так вот резко и грубо на мастере И повышать эти частоты Соответственно, потом вам необходимо будет, конечно, повысить, возможно, эти частоты Но на всего 2, максимум 3 дБ Поэтому давайте условимся, что максимальные значения на мастере Это плюс-минус 5 дБ Вообще, в идеале даже не больше 4 дБ Ну вот когда я работаю над треками То для меня некий такой порог Знаете, 2-3 дБ это нормально 4 дБ я уже задумываюсь Но 5 дБ это уже, скорее всего, нет Скорее всего, я такую эквализацию применять не буду Что касается обработки Значит, мы можем добавлять И желательно добавлять частоты с широким Q То есть широкой полосой А понижать частоты можно как широкой полосой, так и узкой полосой Здесь уже дело, на самом деле, вкуса и дело конкретной ситуации Ну давайте разберем, что здесь мы можем сделать Например, мы послушали И нам кажется, что тут не хватает низких частот Давайте вот так вот добавим Да, стало плотнее, но не нужно перестараться Да, то есть не нужно добавлять очень много низких частот Потому что всегда кажется, что чем больше низа, тем лучше На самом деле это не всегда так В действительности все должно быть в балансе И возникает вопрос, а как в балансе, как это должно быть Разумеется, я должен сказать, что Ну, ребят, тут на слух Тут нужно сравнивать с референсами И все в таком духе Но это было бы слишком просто И на самом деле на практике встречаются способы Как можно даже, можно сказать, не имея слуха В принципе, понять, насколько хорошо сведен ваш трек И насколько хорошо вообще сделан мастеринг Для этого мы используем такой плагин Который входит в пакет iZotope Он называется Tunnel Balance Control Я открываю вторую версию Первая версия, вторая версия Они непринципиально между собой отличаются И что здесь? Я переключаюсь сразу в режим Fine, он мне нравится больше И здесь есть вот такая вот, значит, кишка Я ее называю, это некая граница Область, в которую по АЧХ наш трек должен подходить То есть он измеряет этот плагин АЧХ трека Фактически то же самое, что измерял родной эквалайзер В Logic, то же самое делает и вот этот плагин Только визуально это отображается чуть-чуть иначе И если мы в эту кишку входим, то все окей Если мы, например, выходим за вот эту границу То, значит, скорее всего, в нашем треке низких частот много Если не дотягиваем, да, если мы выходим вниз в эту границу То, значит, этих частот мало, как вы понимаете Давайте послушаем, что у нас здесь Здесь все, как вы видите, хорошо Здесь все подходит Разумеется, все эти вещи нужно стараться делать еще на этапе сведения Старайтесь на этапе сведения, чтобы АЧХ вашего трека уже был достаточно хороший И достаточно ровный Сразу скажу, что этот плагин, он действительно очень помогает Потому что, конечно, есть разные стили музыки Есть, ну, там, допустим, техно Которая иногда, бывает, зашкаливает вот сюда Есть, конечно, там, дабстеп Либо какой-то фестивальный прогрессив хаус Который бывает по верхам Чуть-чуть выходит за эти границы Такое бывает Но здесь очень важный момент Что вы должны, опять-таки, сравнивать с референсом То есть вы слушаете референс, смотрите Какой АЧХ имеет он И если вы видите, что в референсе Вот где-то заходит за какую-то границу И это происходит почти постоянно Почти с каждым референсным треком То, вероятнее всего, это просто специфика Того жанра, с которым вы работаете Повторюсь, что в техномузыке Иногда действительно в референсных треках Тут находятся вот прям на грани Ну и как и в некоторых стилях Наоборот, высоких частот бывает многовато Но моя вам рекомендация Которую я сам следую Даже если референсные треки Выходят, например, по высоким частотам Не нужно вам тоже выходить То есть сделайте тогда Ну где-то вот на грани, да, скажем Но не нужно выходить за эту границу Потому что она реально очень-очень полезная Здесь есть еще дополнительные пресеты Есть еще пресет EDM Который нам как бы полезен Но, как вы видите, все, что здесь сделано Это немного расширен диапазон Поэтому я использую Bass Heavy Потому что в исходной версии Ну, скажем так, в первой версии Было вообще три пресета Это Bass Heavy Это Modern и Orchestral Ну, соответственно, Modern — это для живой музыки С живыми барабанами Orchestral — понятно, что для оркестровой музыки И все остальные стили Вот какой-нибудь поп Он, например, очень похож с Modern Видите, он почти ничем не отличается Так что эти пресеты, я считаю Здесь как бы добавлены Но толку не то чтобы нету Ну, в общем, Bass Heavy — самый универсальный вариант Который нам, электронным музыкантам Подходит более чем Здесь, я надеюсь, все предельно понятно Теперь давайте рассмотрим вот этот вот момент Что у нас тут 2 кГц провалены Тонал баланс нам говорит Итак, в вашем треке эти частоты провалены Я задаю себе вопрос Могу ли я эти частоты добавить? Нужно ли их добавить? С одной стороны — да Но с другой стороны Трек, как вы понимаете Вот в этом месте он, например, имеет проваленные частоты А ведь в каком-то другом месте Возможно, с этими частотами все окей Продолжение следует... Продолжение следует... Соответственно, нормально все с этими частотами Просто в определенный момент времени они проседают То, что когда не было хай-хетов У нас низкие частоты почти зашкаливали Это тоже, в принципе, ничего страшного Если мы находимся в этих границах Потому что, ну, ясное дело Если нет высоких частот, то в противовес ничего не идет И как бы у нас низких становится как будто бы больше Но если мы в эту границу все равно укладываемся, то все окей Поэтому что мы можем сделать? Можем попробовать добавить эти частоты Давайте эквализацию здесь сделаем И я покажу и расскажу кое-какой нюанс Значит, мы находим эти 2 кГц И начинаем их увеличивать Давайте сделаем посильнее на 3 дБ Исключительно для того, чтобы было более заметно на слух, как это все работает Сразу начинает реагировать анализатор Он сразу показывает, что да, здесь чуть-чуть подровнялось И на слух, если честно, мне действительно так нравится больше Ну, не факт, что это будет 3 дБ, может быть 2 дБ Но я бы приподнял немного эту частоту И теперь возникает следующий вопрос Но ведь здесь, когда играет вокал вместе с бочкой, со всем остальным С этими частотами все нормально Как же быть? Здесь есть два варианта Первый вариант Если вы мастерите свой трек, то вам, опять же, лучше вернуться на стадию сведения Да, получается вот так вот Что мастеринг, он не то чтобы не решает Он просто полирует звук Как я и говорил в самом начале Поэтому самый лучший вариант вам вернуться на стадию сведения И именно вот в этом месте добавить вот эти частоты Например, дудки, которые там звучат Либо басу, то есть каким-то звуком, который бы эти частоты давали Либо если вы делаете мастеринг чужого трека Либо если вам лень возвращаться на предыдущую стадию Вы можете сделать вполне нормальную вещь Это провести автоматизацию Вы делаете следующее Вы включаете вот эту обработку только в тот момент, когда необходимо То есть у нас байпас, видите А когда начинает вот это вот все звучать То есть вы наоборот врубаете Байпас выключено Вот так вот без байпаса включено И вот так вот вы делаете То есть включаете в нужный момент нужную обработку Это на самом деле имеет абсолютно такой хороший смысл Потому что в одних местах в треке нужна какая-то обработка С точки зрения мастеринга А в других частях трека этого не нужно Все абсолютно легко и просто Я надеюсь, здесь предельно ясно, предельно понятно Tonal Balance очень полезный плагин Крайне рекомендую его обзавестись им Потому что особенно Вот объясню еще, почему он реально очень важен Потому что когда вы долго пишете трек Если вы занимаетесь, опять же, созданием своей собственной музыки То у вас просто замыливаются уши Элементарно устаете И вы уже не можете слышать те вещи, которые должны слышать Просто потому что очень долго сидите над треком Tonal Balance позволяет вам увидеть то, чего вы не понимаете И не слышали И это очень круто на самом деле Что самое интересное Даже те люди, у которых есть, казалось бы, крутые мониторы, студия Они пользуются этим плагином Что вызывает некое недоумение лично у меня Но, тем не менее, это так С этим ясно Что еще у нас есть? У нас есть еще кое-какая возможность по работе с эквализацией Мы, если возьмем эквалайзер Давайте возьмем Откроем изотоп 9 И у нас есть эквалайзер Давайте я сейчас покажу Обычный эквалайзер, ничего сверхъестественного, казалось бы Но у нас есть такая функция Так, куда он подевался Метчинг Ну, здесь вот, в общем, можно сравнивать с референсом Включу референс Значит, мы можем сюда загружать референсные треки Сейчас уже, думаю, пора поговорить о том, как работать с референсами Мы загружаем сюда какой-либо трек Здесь у меня есть как раз референс под ту композицию, с которой я работаю Так, это не она Сейчас давайте другую загружу Это у нас вот эта Да, вот эта вот композиция Мы ее сейчас загрузим сюда Вот она подгрузилась, проанализировалась Вот это мы можем удалить И теперь мы можем сравнивать Значит, то, что у нас в нашем треке с этим самым референсом Я их поменяю сейчас местами Чтобы у меня вот этот вот изотоп стоял после Опять сбросил все это дело Давайте еще раз закину Он некое время думает, чтобы проанализировать этот самый референс Вот он есть Мы можем выбирать нужные нам участки Кликая сюда выбираем Какое мы будем слушать, с каким будем сравнивать Соответственно, мы слышим, что звучит не совсем так Окей, что мы можем сделать Давайте выключим пока лимитер И сделаем мастеринг исключительно встроенными возможностями Изотопа Также добавим сюда Давайте Dynamics мультибендовый Сделаем разделение до 150 Гц Здесь, например, 2 кГц И тут можно дополнительно еще Сделать 8-10 кГц И будем плавно компрессировать Сильно не жмем Вот примерно так Минус 1-2 децибела Здесь Примерно та же картина Здесь тоже еще немножко поджимаем И высокие частоты Теперь дальше мы включаем Maximizer И начинаем прокачивать громкость Здесь можно сразу взять режим transient Можно было бы послушать разные варианты Но я доверюсь интуиции, что режим transient здесь подойдет Теперь можем сравнить еще раз с референсом И мы на слух определяем Как звучит наш трек Как звучит референс В принципе, я считаю, что по громкости точно Да, мы на одном уровне А в остальном уже Тут на самом деле Дело вкуса То есть можно что-то поменять Один в один мы приравниваться, конечно, не будем Дальше что еще можем сделать Мы можем использовать VintageAQ Это обычный эквалайзер, который просто винтажный Напомню, что эквалайзер должен стоять перед Всеми этими плагинами То есть он на самом деле просто берет И добавляет нужные нам частоты Можем 60 Гц добавить И подрезать их Также можем здесь, например, 10 кГц тоже добавить В общем, простая манипуляция Давайте попробуем чуть-чуть низа добавить Но, честно говоря, уже появляются какие-то искажения Если попробовать добавить, например, те самые 2 кГц, о которых мы говорили Что здесь-то мы их не добавляли В данном случае это у нас кат Поэтому нам нужно найти 2 кГц Но 2 кГц у нас вот они Все, мы сделали по сути мастеринг Хотя нет Что еще мы можем сделать И что мы часто очень делаем Практически всегда необходимо подрезать все, что ниже 30 Гц И все, что выше где-то 18 кГц Почему? Потому что все, что ниже 18 Гц Это практически такие бесполезные частоты Которые нам особо не нужны И их можно по умолчанию подрезать Мы можем это сделать На самом деле не обязательно этим эквалайзером Но давайте я покажу этим эквалайзером И обычным, встроенным в Logic Здесь мы просто берем High Pass Берем режим Flat Слоп Я делаю 12 дБ на октаву Круче не нужно В принципе этого более чем достаточно Здесь не очень удобно двигать все это дело Вот так вот Лучше за эти уши потянуть Здесь ставим, соответственно, 30 Гц А тут мы работаем с высокими частотами Здесь мы срезаем Сделаем Low Pass Также тянем за уши 12 Неудобная штука 12 дБ на октаву Ну и здесь ставим такими вот цифрами 18 кГц Все Как правило, разницы особой на слух нету Между вот этой вот обработкой с ней и без нее Но это такая техническая обработка Которая на самом деле очень важна И очень желательно ее тоже делать Какие еще есть фишки по работе внутри самого изотопозона? Нередко бывает так, что мы включаем и выключаем мастеринг, который мы сделали И нам кажется, вау, какие мы молодцы, мы сделали самый лучший мастеринг на свете Давайте проверим, так ли это Слышите, да, насколько крутой стал мастеринг, казалось бы Но на самом деле это не совсем так Потому что в действительности трек стал громче И все, что звучит громче, субъективно кажется лучше Поэтому это не значит, что трек действительно стал лучше Для того, чтобы честно сравнить до и после Нам необходимо сделать гейнмейчинг Давайте я сейчас включу Когда у нас включен гейнмейчинг, то мы можем нажать байпас И в этом случае у нас громкость до и после будет одинаковая И знаете, что скажу? Что вот эта эквализация, на мой взгляд, она была лишняя Суть в том, что мы за счет вот этой вот функции Сравниваем громкость до и после Сравниваем трек до и после на одной и той же громкости И это очень круто, потому что мы можем реально услышать, что изменилось, а что не изменилось Здесь очень важный момент Вполне возможно, вполне возможно, что вы не заметите никакой практически разницы Между версией до мастеринга и после мастеринга В режиме гейнмейчинг, разумеется И если так произошло, но вы добились хорошей громкости итоговой трека То все отлично, все нормально Почему? Потому что вы как минимум не ухудшили трек Если же вы включаете байпас в режиме гейнмейчинга И понимаете, что после мастеринга трек даже как-то стал чуть хуже звучать То это верный звоночек к тому, что вы где-то трек, значит, пережали в угоду высокой громкости Либо что-то сделали не так Поэтому если у вас практически никак не меняется звук или изменения минимальные То это даже хорошо Значит, вы добились высокой громкости трека, но при этом не испортили его В данном случае вот эта вот эквализация, она, на мой взгляд, была лишней То есть без мастеринга на той же громкости трек, мне кажется, даже звучал как-то получше Ну вот я выключил винтаж EQ, стало хорошо Здесь, я думаю, все предельно ясно И это очень полезная функция Единственный момент, что она работает, естественно, если вы делаете весь мастеринг внутри изотопозона Если у вас какой-то плагин отдельный, потом изотопозон То изотопозон будет выключать только все те плагины, которые есть внутри этого самого изотопозона Это очень важно Еще один момент, который тоже важно показать Хотя, да, как я и обещал, сейчас покажу, как это сделать Срез внутри самого лоджиковского эквалайзера На самом деле это элементарно Вот мы включаем, 12 дБ на октаву уже сразу есть Тут мы ставим 30 Все то же самое Аналогично здесь, я думаю, тут все предельно ясно 18000 И тут ставим 24 дБ на октаву 12 дБ на октаву Все, все отлично, все супер Тот же самый эффект Так, вырубаем пока что И давайте последнее, что я покажу Это мастер-ассистанс На самом деле это, с одной стороны, такая штука для того, чтобы побаловаться С другой стороны, ну, иногда, иногда это бывает полезно И особенно, если вы, ну, очень начинающий Вы как-то не слышите никакой, там, не знаю, разницы в плагинах Ну, в общем, иногда можно попробовать Очень аккуратно, но скорее это так Для каких-то таких игрушечных целей Мы можем выбрать Какой мы будем делать мастеринг Мы можем выбрать Сделать мастеринг либо обычными плагинами Либо винтажными Винтажная серия, это вот то, что я показывал Это винтажный лимитер, помните Это винтажный, ну, давайте я на всякий случай покажу Вот он, винтаж лимитер Вот мы его разбирали Здесь те же самые настройки Это этот винтаж эквалайзер, который у нас уже здесь есть И также винтаж компрессор, который, в общем-то, ничем не отличается от любого другого компрессора Тоже гейн, релиз, атака, рейша, трешхолд, несколько режимов Так что здесь все стандартно Либо обычными плагинами Я не очень люблю винтажную серию у изотопа зона Но это мои предпочтения Поэтому если делать мастеринг, я считаю, то современными Далее можно выбрать мануэлл Ну, короче говоря, это просто он сделает мастеринг вот по-своему Это такой вариант не самый лучший, я считаю Потому что лучше ориентироваться тогда под референс Хотя тоже спорный момент Давайте попробуем под референс Наш референс действительно очень похож Потому что когда я создавал этот трек, я прям ориентировался на тот референс Ну, вы могли услышать, что звуки очень похожи И дальше destination, либо streaming, либо CD Streaming делает немного потише трек А CD делает его погромче То есть CD — это стандартный формат А streaming — это как бы такой вариант потише Но об этом мы опять же будем говорить Поэтому я рекомендую выбирать здесь Либо modern, либо vintage Это не принципиально Здесь либо референс Если ваш трек очень похож на референс Вы действительно работали по какому-то рефу Также здесь, если вы не работаете по рефу И не знаете вообще, откуда его взять То выбирайте manual, режиме medium Чтобы интенсивность мастеринга не была слишком сильной Ну и выбирайте CD Мы начнем таким образом Нажимаем next И теперь нам нужно запустить трек Субтитры сделал DimaTorzok Все, нажимаем accept И что у нас получилось Он применил локализацию Как видите, он сделал почти то же самое Он немного ослабил самые высокие частоты Самые низкие частоты Ну и самые высокие Практически то же самое, что было сделано и у меня Здесь он еще использует такой метод То есть он включает дайнамик Мы можем как бы выключить или включить его Для того, чтобы послушать, какая будет разница Далее динамический эквалайзер Динамический эквалайзер он составляет практически всегда и везде Я чуть позже расскажу, как он работает И максимайзер Здесь он выбрал режим RC2 Threshold минус 15 Ну и собственно можем увидеть Что здесь как раз примерно минус 7 дБ Вот это вот сжатие И надо сказать, что в принципе-то Ну ничего такого не произошло страшного Не сказать, что что-то поменялось вау В целом все хорошо Если микс изначально сведен хорошо То даже автоматический мастеринг будет полезен Но если вам удалось хорошо свести микс То вероятнее всего мастеринг вы тоже будете делать сами Поэтому как-то так Но повторюсь, это чисто побаловаться Посмотреть, поэкспериментировать Но не больше Что касается динамического эквалайзера Здесь ситуация следующая Это симбиоз эквалайзера и компрессора Иными словами, мы берем Вот как видите в эквалайзере частоту Давайте возьмем 2500 Гц, например И сделаем ее тише Q делаем каким хотим Давайте 0.7, такое стандартное значение Или давайте двоечку сделаем, неважно И дальше у нас есть Threshold Который работает просто как обычный компрессор И в чем суть? Давайте представим такую гипотетическую ситуацию Хотя на практике она может встречаться Что, например, у вас есть трек Вы сводите, вы мастерите чужой трек на заказ И в этом треке в какой-то момент вступает хай-хэт Включается open хай-хэт И он очень сильно бьет по ушам Он очень громкий Человек, который делал трек, он как-то вот Так получилось, что он сделал этот хай-хэт очень громкий Он прям бьет по ушам И этот хай-хэт, он звучит, ну, конечно, не на 2,5 кГц Ну, давайте на 9 кГц Вот, например, основная его такая противная резонирующая частота Она содержится на 9 кГц В чем суть работы вот этого Dynamic EQ? Он будет срабатывать только тогда, когда эта частота начинает зашкаливаться Тем самым мы берем эту частоту и настраиваем треш-хэл так Чтобы он срабатывал тогда, когда этот хай-хэт вступает Тогда начинает громкость этой частоты зашкаливать Срабатывает компрессор, встроенный вот в эту частоту И в итоге эту, значит, противную резонансную высокочастотную штуку Он начинает удавливать Фактически как диэссер Если вы работали с вокалом, работаете То диэссер, он удавливает эски Вот эти сибиллианты, вот эти все вещи И он срабатывает только на них Он не реагирует на P, на M, на какие-то другие буквы Он реагирует только на шипящие Потому что он настроен на определенную частоту Фактически точно так же работает у нас и Dynamic EQ И он, получается, практически не воздействует на звук До тех пор, пока не появился вот этот хай-хэт Который дает вот эту частоту И он начинает срабатывать и удавливать ее Только тогда, когда она работает Если мы применим обычный эквалайзер И попытаемся им вот так вот удавить частоту эту То, как вы понимаете, это будет не совсем корректно Потому что если этот хай-хэт вступает только пару раз за весь трек То все остальное время вот эта эквализация Она будет работать и она будет, понимаете, да Удавливать частоты других звуков, которые безобидны И которые на самом деле нуждаются в этой частоте Я надеюсь, здесь предельно ясно Конечно, можно пойти каким способом? Как я показывал, включить автоматизацией в нужный момент времени Эквалайзер, который будет удавливать эту частоту И это тоже вариант, это тоже решение Но можно воспользоваться Dynamic EQ, который будет аккуратно Поддавливать те или иные частоты Так что вот так вот он работает Можете применять еще и его И напоследок мультибендовая, не мультибендовая, а mid-side эквализация Она тоже доступна Доступна она, как и в любом другом эквалайзере Как и в встроенном, также она доступна здесь И суть заключается в следующем Мы можем отдельно обрабатывать то, что находится по центру То, что находится в моно И то, что находится по бокам То, что находится в сайде Но о стереосоставляющей, я думаю, я расскажу в следующем видео Поэтому какая ваша задача Ваша задача, если у вас есть такая возможность, конечно Взять Tonal Balance И с его помощью проверить свой трек Проверить свой микс Если такой возможности нету То возьмите плагин Изотопа Зон Если у вас есть Tonal Balance То у вас есть Изотопа Зон в том числе И посмотрите, сверьте Как звучит ваш трек И как звучит референс, который вы взяли И проведите эквализацию Здесь глобальный, как вы понимаете Ничего не нужно менять Буквально чуть-чуть какие-то частоты увеличить Либо уменьшить Поэтому существенных каких-то вау-изменений не будет Также, что касается винтажных всех эквалайзеров Если вы хотите добавить какие-то частоты И хотите сделать это каким-то интересным, вкусным образом То вы можете воспользоваться винтажной серией эквалайзеров Кроме того, вы можете воспользоваться Vintage EQ Collection, которая встроена в Logic Соответственно, здесь вы выбираете нужную вам частоту Например, вы можете выбрать те же самые 60 Гц И аккуратно их повысить Например, для того, чтобы как-то звучало помощней Поувесистей Но не забывайте, что не больше, чем на 2-3 Максимум 4 децибела 5 это потолок Пожалуй, все Что касается эквалайзации Мы еще разберем с вами один плагин под названием Reference И давайте, наверное, сразу его разберем У нас еще, я думаю, есть время Я надеюсь, не сильно вас загрузил Поэтому сейчас проделаем следующую манипуляцию Я оставлю пока все так, как есть Да, всю эту обработку оставлю как есть И мы возьмем такой плагин, который называется Reference Он очень круто работает Как он функционирует Это тоже сторонний плагин Reference 2 от Mastering The Mix Вот название производителя Он работает таким же образом Примерно как и изотопозон Вы можете загружать сюда референсы Кликаем сюда и находим референс Вот он у нас уже есть и загружаем его Точно так же мы выбираем нужный нам участок трека И можем вот таким вот образом переключаться Так мы слушаем оригинал, так референс Давайте попробуем И что дальше? Мы можем зайти в Trinity Display И выбрать в данном случае пока что Level Line Остальные мы пока не будем трогать Выберем Level Line Level Line показывает нам следующее Вот она, видите, как в эквалайзере Разбивка по частотам Мы видим децибелы слева Вот здесь вот снизу частоты И вот эта линия, она показывает нам сейчас Будет отличие нашего трека и референс Давайте посмотрим И я потом объясню, что к чему Он показывает нам, что в нашем треке вот этих частот больше, чем в референсе Причем больше, где-то на 3 децибела А вот этих частот, вот этих двух килогерц, помните, да, которые мы все думали увеличить, не увеличить Вот они уменьшены И на основе вот этих данных мы можем принимать решение Это не значит, что нам нужно тупо следовать референсу Безусловно, референсы бывают разные Но это нам дает задуматься на тему того А может быть действительно попробовать сделать какую-то эквализацию Но все-таки раз нам тоново, баланс говорил про эти 2 килогерца Плюс еще этот плагин Ну, наверное, надо их как-то увеличить Давайте возьмем опять же наш винтаж IQ И попробуем с его помощью эти 2 килогерца Так, здесь у нас кат Здесь нужно быть внимательным Забустить А также 3 децибела возьмем Как мы можем увидеть, глобальных отличий нету Давайте попробуем взять обыкновенный эквалайзер Вот у нас он тут есть И добавить эти же 2 килогерца тут Давайте тоже на 3 децибела И так посущественнее Q пошире сделаем А вот этот диапазон где-то в районе 300 герц Мы чуть-чуть уменьшим Продолжение следует... зациклим ножныку отрезок мне совершенно не нравится как звучат эти частоты если говорить о мастеринге но мне нравится что когда я убрал вот эту частоту звучание стало чуть более таким чистым она до этого была каким-то перегруженным а сейчас стало почище вообще частоты районе 200 300 400 герц они часто содержат себе некую гнусавость не очень приятный частотный спектр но это не значит что нужно всегда его убирать потому что если его сильно удавить то микс будет пустой но чаще всего эти частоты немного понижают как на этапе сведения так и бывает на этапе мастеринга так вот это все к чему что вот эта обработка мне лично не очень понравилось ну мы не можем и не нужно слепо следовать референсу да мы ориентируемся на свой слух референс как и tonal balance как и любые другие плагины они выступают нам просто как советники как помощники они говорят вот здесь вот так вот но они могут ошибаться и чаще все так и бывает даже программа но где-то они бывают полезны поэтому не нужно им слепо верить но попробовать я считаю стоит и дальше уже принять решение давайте еще раз попробуем вот эта эквализация я считаю действительно оправданная нет он вот этот референс показал да что здесь идет избыток частот но по сравнению с рефом опять же я попробовал понизить и мне действительно понравилось звучание до этого было какое-то как-то сказать какой-то как будто и слегка пережатая какой-то перегруженная грубая сейчас она стала более мягкая более плавная и это действительно хорошо так что вот и все вот таким вот образом мы сравниваем также здесь можем послушать и посмотреть сколько lfs у нас люсов и мы видим что мы проигрываем рефу буквально 003 люфса что ни о чем практически и поэтому гнаться еще выше за громкостью не стоит по громкости все окей так что все супер на самом деле и кстати да сейчас покажу одну фишку на он перестал это показывать но это надо было метре показывает в общем на некоторых анализаторах если трупик не включите ceiling вот так вот не сделать то трупики они показываются на анализаторах как в плюсовые то есть они говорят о том что это не очень хорошо и начинает гореть красным но здесь такого нету все я надеюсь предельно все ясно значит мы берем tonal balance control он не привязан к референс я считаю что в кишку которая там есть вы должны входить по-любому вы можете где-то быть на грани но в нее очень желательно входить также можете сравнивать свой трек с референсом по tonal балансу также сравнивайте через этот плагин также можете сравнивать через изотопа зон к сожалению нет все таки встроенных возможностей в лоджике для подобного сравнения и глубокого анализа вы можете конечно взять допустим мультиметр кстати как вариант давайте покажу metering у нас здесь есть мультиметр и можете проанализировать трек по громкости вот тоже lufs да и так далее по ачх то есть все это можно сделать безусловно и сравнить свой трек с эталоном поэтому если у вас нету возможности сравнить ну как бы с референсом да с помощью вот этих вот плагинов то без проблем вы можете пользоваться встроенными возможностями этот анализатор наглядно все эти вещи показывает на этом пожалуй все дальше мы перейдем к работе со стерео составляющей я расскажу как я обещал про мид сайт эквализацию и сейчас ваша цель немного под эквализировать свой трек и вполне возможно что эквализации даже не потребуется если он действительно хорошо сведен и и и и и и и и и